МИЛАН 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 понять, откровенно говоря, но в то же самое время частенько такие объяснения слышны. Фаренос нарушил правила. Тольдо дает указание стенкой закрыть правый от себя угол. Расстояние приличное, но все-таки удар по воротам следует. Тольдо не рискнул поймать мяч, отбил. Отбил правильно, технично, в сторону, так, как полагается. А это Кристиано Дзанетти. Давненько он не играл, вышел в очень важном матче, был одним из лучших в центре поля, не потому что забил, а просто был одним из лучших в центре поля у Интера. Перехват мяча. Опять Хавьер Дзанетти. Подача в штрафную. Мяч отбит. Удар по воротам. Штанга и... Момент упущен. Посмотрите. Великолепная комбинация, но вот то, что Каха Каладзе попался на такой, в общем-то, несложный технический прием Финт, который предложил ему Хавьер Дзанетти. Это говорит о том, что не очень внимательно, наверное, легионер из Грузии действовал в этом эпизоде. Дида отбивает мяч прямо в центр, удар по воротам, рикошет и мяч в сетки ворот. Это Кристиано Дзанетти остановил мяч на грудь, опустил его на ногу, пробил, и кто-то подставил ногу, и мяч, изменив направление, в левый угол от Диды закатился в ворота. Ну, так вот, если разбирать досконально этот эпизод, то, конечно же, если бы Дида отбил мяч одним кулаком, то он бы его отбил не в центр, а куда-нибудь подальше, и плюс еще в углы штрафной площади, или за пределы штрафной, но, во всяком случае, не по центру. И вот выходит Томасу на замену. Он меняет Руя Кошту. И в атаке Милан. Легкое обманное движение. И надо исправляться. Ну вот, Томас, он сам же и исправился, вступил в борьбу, ну а здесь он просто-напросто поскользнулся, наступил на линию разметки, и нога поехала. С мячом Милан Передача вперед не получается. Тут же контратака мгновенная. Мяч на ноге у Адриана. Поскользнулся дважды, причем голкипер Милана Дида. Посмотрите, вот мяч впускает штрафной. Он, видимо, хотел выйти из ворот на перехват, но в этот момент поскользнулся, вскакивает, еще раз пытается оттолкнуться, потому что упал-то ведь, как будто бы мяч должен был лететь низом, а тот запустил его выше ворота. То есть, другими словами, что-то или с бутцами, с шипами не в порядке было у отдельных игроков, и, наверное, поле было скользковато. Вот Зейдор бьет по воротам, Сольда отпускает, Томасон набегает и отыгрывает один мяч. Итак, 2-0 после первого тайма. На 40-й минуте, помните, Кристиану Дзанетти забил второй мяч в ворота Диды, А на 56-й минуте матча Томасон сокращает разрыв счета. Еще один удар по воротам. Через минуту буквально КК прошел никем не встреченный, приблизился примерно на 20... что-нибудь... 2-23 метра к воротам и нанес удар в нижний левый угол. Неплохой удар, к тому же еще получился у него резаным, и поэтому Тольдо не сумел его парировать. Счет стал 2-2, я повторяю, на 57-й минуте. Это нарушение правил было за пределами штрафной. Вот здесь, когда неверно блокировали Андрея Шевченко, это Ада не нарушил правила, и штрафной удар бьет пирло, мяч рикошетит. Сейчас еще будет удар по воротам, состоялся, но не очень удачно. Ну и тут отбивает мяч уже остальные футболисты. Кто-то из них. И тут же дальний удар Андрея Шевченко. Много игроков Интера, это естественно, потому что они защищались в этот момент, когда был штрафной. И контр-атака. Пас, центр. Будет удар по воротам. Удар состоялся, но очень слабенький, так что ничего там особо не произошло. Зейдорф с мячом смотрит, кому дать. Он очень прилично вообще второй тайм сыграл. И вот неожиданно бьет, Толь дозревает, и третий мяч в воротах. 85-я минута, 3-2, впереди уже Милан. Ну что ж, вот можно утверждать, что Томасон внес перелом в игру, но перелом в игру внес весь Милан, потому что резко прибавил скорости. Это раз. И в движении во втором тайме и заслуженно выиграл у Интера со счетом 3-2. Следующий матч у нас будет Болонья-Ювентус. Эта игра тоже была в эфире на канале онлайн, а затем в повторе на футбольном канале. И вот Болонья-Ювентус. Непростой соперник ожидал Ювентус на переполненном стадионе в славном городе Болонье. И так Папа Реста арбитр дает свисток и самое интересное в этой встрече. Локотели. Незлучайно его, между прочим, показали, потому что он был очень заметной фигурой в предыдущих играх. Ну и Синьори появился в составе и он бил поворотом после передачи Локотели, но мяч перед ним в момент удара подскочил. Я очень тщательно разбирал этот эпизод в репортаже и мы прекрасно все помним. Затем был удар Замброт уже поворотом Пальюка спокойненько владел мячом. Еще одна атака Ювентуса через Камаронези. Камаронези отдает пас Недведу. Тот бьет рикошет, но везет Пальюке, скажем прямо, потому что он уже подпался на встречном движении, но успел молодец реагировать. Вот смотрите, уже шел в другую сторону, тормознул, подставил правую руку, подбил мяч на угловой. Ювентус идет вперед через левый фланг. Там Дивайо, Дивайо и Дальпьер осуществляли атакующие действия непосредственно, но при поддержке своих друзей по команде. И вот какой момент. Прекрасно разыгранная комбинация, согласитесь, с отличным последним пасом Дивайо. Но Дивайо такой игрок. Он имеет по 5-6 моментов. Может быть, я чуть-чуть и преувеличиваю, иногда, может быть, и нет, и в данном случае тоже. Но, тем не менее, реализует не всегда эти моменты. Даже удивительно, почему это происходит. Я попытался разобраться в репортаже. Может быть, за счет того, что он всегда на таких эпизодах подходит к мячу на большой скорости и не очень удобно ему иногда и бить поворотом. Но, во всяком случае, мастерства в исполнении завершающей стадии атаки иногда ему не хватает. Ну, вот и замена. Дивайо и уходит, Микколи появляется вместо Ювентуса. Счет не открыт, 0-0. Атака снова Ювентуса, вторая половина встречи, обманное движение, нарушение правил. Вот здесь я Наката в Бомге раскритиковал, потому что необязательный совершенно штрафной удар был. Как раз-то вот на подхвате уже был игрок Болонье в тот момент, когда Наката атаковал своего соперника. И если бы даже Дель Пьерро попытался овладеть мячом, все равно ничего не получилось бы, потому что игрок Болонье был раньше у мяча, это уж 100%. Но случилось следующее, Дель Пьерро пробил поворотом в тот угол, в котором не должен был стоять Пальюка, но мяч неожиданно задел голову у кого-то, стоявшую в стенке, и изменил направление, оказался на ноге у Юля. Ни вне игры, ни других нарушений правил не было, и счет на 56-й минуте стал 1-0 в пользу Ювентуса. Дальний удар Дель Пьера парировал Пальюка, а это уже в атаке Таре, бьет хорошо, но отлично играет Буфон в выборе позиций прежде всего. Этот эпизод тоже разобран по косточкам, когда мы смотрели эту трансляцию. Там еще был подобный момент, но тоже не был забит гол. Итак, Ювентус обдержал победу над Болонией со счетом 1-0. В общем-то, Болония, наверное, могла и не проиграть. Вот к такому выводу я уже потом пришел. Ну, а сейчас у нас будет уже следующая встреча, где Рома разгромила Сьену со счетом 6-0. В одном из репортажей с участием Сьены и в обзоре я, разбирая игру Сьены, как-то бросил фразу, что если Сьена начинает пропускать, 4 штуки уж не меньше, а тут все 6. Но Рома очень интересно играет сейчас в атаке. Если уж Сильвио Берлускони критиковал своих за то, что в атаке мало нападающих, а его поклонники, поклонники его команды любят зрелищный футбол, то как раз я отмечал, что в этом чемпионате наиболее зрелищный футбол демонстрирует Милан и Рома. Особенно Рома в исполнении двух нападающих весьма сложных для любой команды, я имею ввиду Касанова, вот он на вашей гранатах, что атаковал ворота, и Тотти. Но, конечно, при поддержке Манчини, Эмерсона и того же Докура и других игроков линии полузащиты. Короче говоря, мы сейчас с вами и посмотрим, как это все произошло в этом матче. Итак, Касана забивает мяч на 20-й минуте. Перед этим был удар по воротам, Деросси головой, вот он, видите, с углового наносит удар по воротам, одежуривший в площади ворот Касана, а мне игры не было, потому что в ближнем углу стоял игрок Сиены подставляют голову направление изменив полета мяча и счет становится 1-0. Атакой отвечает Сиена, хороший момент был, но, 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 вот видите, не попал в ворота игрок Сиены. Тотти отдает мяч Деросси, тот навешает штрафную, а тут видите, как ошибается неожиданно в центре обороны защитников, пускает мяч грудью себе на ногу, а не сам играет, а Касана опять дежуривший рядом, 5 минут спустя после своего первого гола забивает второй. Вот в такой же похожей ситуации словно чувствовал, что вот так произойдет. А вся штука в том, что он просто-напросто бежал на эту передачу, как и положено, ну и воспользовался нерасторопностью защитника. Итак, счет стал 2-0. 2-0 в пользу Ромы. Тотти играет опять с Касана, Касана отдает мяч Манчини, и тот забивает гол. Все красиво, да? Вот смотрите, 20-я минута, 25-я минута, 30-я минута, 3-0, Манчини, третий гол исполнил прекрасное. Но вот я вам должен сказать, а, защитник создал глубину атаки, б, Касана отдал мяч, не важно, если строго разбирать эпизод, потому что обязан был отдать мяч на ход, хотя бы на полшага вперед, ну хорошо, что Манчини быстро мяч обработал, да к тому же рядом никого не было, и здорово пробил в дальний угол ворота. Потом был удар Тотти схода, но он не попал, весьма-весьма об этом сожалел. 3-0, 3-0 в первом тайме, и уж, когда мы узнали о том, как играет Рома против Сьены, никто, наверное, не сомнялся в том, что хозяева поля доведут до победы этот матч. Вопрос изобщался в том, как закончится это, с каким счетом. Первая половина, 3-0 впереди Рома. Итак, второй тайм. В втором тайме мы знаем, что Рома забила еще 3 гола в ворота Сьены. Так что Сьена, если уж пропускает, так пропускает. Как говорится, от души. Но виновниками всего этого, конечно, являлись футболисты Ромы, блистательно сыгравшие в атаке. Мало того, что они сыграли блистательно в атаке, они еще остались с десятиром, и это не повлияло на их атакующий пыл. Забина был удален с поля. Я как раз ни чем не удивлен относительно поступка этого парня. Он очень жестковат, и иногда даже просто грустный. Ну и вот, в десятиром, играя, атакует Рома. Тотти проходит линию штрафной площади, его сшибают, и первый джеколин назначает 11-метровый удар. Так, а теперь, внимание, дорогие друзья, я смотрел, как Тотти не забил. Обратили внимание, будет повтор, мяч не стоял точно на точке, где производится удар. Далее, еще разбегался Тотти, а уже два игрока вместе, и прежде всего это Эмерсон, двинули в штрафную площадь. Так что там было два нарушения правил. Но Пьерлуиджи, Кулина, не обратил внимания, стоя рядом. Вот это меня, между прочим, удивило. Манчини бил поворотом, мы видели, не попал. Касана баражирует здесь рядом с соперником, не без помощи Касану, и плюс Тотти, они вступили в борьбу, отобрали мяч, Тотти продемонстрировал нам блистательный совершенно дриблинг и жонглирование мячом, вот таким образом, тут же еще подыграл себе рукой, и как ни в чем не бывало, продолжал атаковать, пробил мимо, слава Богу, но, тем не менее, если бы забил, тут же праздновал бы победу, не забыв о том, что он сыграл рукой. Но далее, далее, ладно уж, забыли, мы видим прекрасный бросок Пелицоли, а я отмечал, что Пелицоли и Гидо-то как раз сегодня в итальянском футболе играют увереннее, чем все остальные вратарии. И даже наблюдая за сборной, Тольдо не был обычным, каким мы его знаем, который защищает ворота Интера. Ну вот, третий гол Касано, это, как говорится, уже тренировочный вариант. Ошибки в обороне Сиены очевидны, но все-таки будем говорить прежде всего о мастерстве этих двух блистательных атакующих игроков. Вот видите как, длинный пас с левой стороны, великолепный, по диагонали на противоположный фланг. Ну так вот, это все было в исполнении Лимы, Тотти и Касано. И Касано уходит с поля, забив три гола в этой встрече. Деллас вместо него. Касано приветствует весь стадион и надо отдать ему должное этому игроку. Конечно, он сыграл вновь блестяще. Манчини идет вперед, демонстрирует финты, играет с Томази, который появился во втором тайме. стенку. Жорес перехватывает мяч и он тоже удален с поля. Так что Кулина уравнял количество игроков на поле и объясняет даже. Сожалеем, может быть, и жалеем игрока, но как бы то ни было. Красноречивый жест и в равных составах играет уже команда. А счет-то 4-0. Дельвекио отбрасывает мяч направо Тотти, тот не гнушается работой, достает мяч у боковой, пасует Манчини, тот Дельвекио, классическая комбинация как по нотам, и Дельвекио на 82-й минуте пятый раз объезжает галкипера Сиены. Фортина Счет становится 5-0. Кстати, Фордин очень опытный уже галкипер, самый старший, между прочим, из трех вратарей, которые заявлены в Сиене. С мячом Дельвекио, он уже на левом краю, Тотти в штрафной площади, пас вдоль, поставляет ногу защитник, как-то не очень аккуратно, рикошетом мяч отлетает к Тотти, и тот уже с шансом никакие Фортина опять не оставляет, и в шестой раз отправляет мяч в сетку в ворот Сиены. 6-0. 87-я минута. Просто любопытное наблюдение. 20-я минута Касана, 25-я Касана, 30-я Манчини, каждые 5 минут. И вот Дельвекио 82-я, Тотти 87-я. Очередные 5 минут и гол. Ну и уже под занавес совсем встречи обратите внимание на поведение Тотти. 6-0. А капитан команды на правом фланге атаки или на левом защиты сражается с двумя, пытаясь отобрать мяч. Казалось бы, мог успокоиться, уже идти и отдыхать там, что хотите, остальные, то и делайте. Тем более, что игра заканчивается. Вот это и профессиональное отношение к делу. Рома Сьена 6-0 в пользу Ромы. Далее к Еву Лацио. У Лацио проблемы. Потерян Станкович, ушедший в Интер. Говорят, что Истам перейдет в Милан. А может быть, уже не говорят, а уверены в этом. А Лацио все равно играет очень здорово. Чем сложнее ситуация в клубе, тем лучше эта команда работает на поле. И в этом матче сказанное вполне относится к футболистам из Рима. Непростой, конечно же, у них соперник, тем более в Вероне. Мы видели пару акций атакующих в исполнении футболистов Лацио через Коради. А это уже Косато. Коради, Косато. Помните, играли в Кьево. Теперь они по разные стороны баррикады. Теперь Косато уже атаковал, но он был непростой ситуацией попасть оттуда. Поворотом было довольно-таки непросто. И то, что ему не удалось это сделать, ничего удивительного нет. Здесь атака с участием Цезара, Лопеса. И было очень не-не-не-не просто у Маркеджани защитить свои ворота. Он это сумел. Но вся штука в том, что там свой игрок пробил поворотом, Маркеджани в броске поймал, так же, как и уже после удара игрока Лацо в этом эпизоде. Так вот, придрались к тому, что, мол, свой-то пробил поворотом, а Маркеджани поймал, значит, свободный. Не отдавался сознательно мяч в руки вратарю, а случайно пробил по своим защитникам. Вот почему на это не среагировал арбитр и не наказал игрока Кьево и вратаря в данной ситуации. Ну, а потом был непонятный совершенно эпизод. Там был штрафной удар и судья вынужден был успокаивать игроков Кьево. Ну, вторая половина встречи. Клаудио Лопес подает угловой. Возникает вот эта заварушка у ворот и свой же игрок бьет по воротам. Это Ланна нечаянно и попал в перекладину. А потом был удар издали, но Маркеджани в полном порядке. Вот, смотрите, как раз повтор того момента, когда Ланна в неудобной позиции видимо пытался все-таки ударом забросить мяч туда за ворота, но попал в перекладину. Там не успели среагировать другие игроки. Лацо и не подставили ногу и не забили. Потом все-таки был мяч в сетке ворот, но не засчитан. Но судья ошибся на линии, потому что, вот смотрите, в момент подачи не было офсайда ни у одного, тот, кто в центре был, ни у Сезара, который забивал гол. Не было. Ну, но, но, сколько раз но в этих эпизодах. Фьоре с мячом, Перотто не атакует его, Фьоре подает штрафную и вот эпизод. Сезар бьет, игрок Тьево играет рукой, получает предупреждение и назначается 11-метровый удар. Все справедливо. Абсолютно. Вот этот момент. Чуть раньше там по дороге упал игрок Лацо, но не за это пенальти, а вот за игру рукой. Итак, Лаудио Лопес, удар поворотом, Маркиджанин красавец. Классный удар и классно парировал. Все, казалось бы, Лопес сделал. Да, остается только лишь сожалеть, сожалеть и сожалеть. Молодец, Маркиджанин, но он знает, как Лопес бьет и посему среагировал великолепно. И благодаря, конечно, своей реакции, естественно, дорогие друзья, я же вас понимаю, Семиоли навешивает штрафную площадь, опасный момент, удар поворотом, Сантана бьет, попадает по мячу головой, но бьет выше ворот. Что же дальше? Счет не открыт, 0-0, Маркиджанин выбивает мяч в поле и, по-моему, шлисток арбитра. Да, вот так. Лацо вроде бы должно было выиграть, забили лапу в пенальти, не получилось и все, потеряны важные два очка. Но, тем не менее, Лацо оставило хорошее впечатление этой игрой на выезде в Вероне. Вижу Удинезе, вижу игроков Анконы, значит, об этом матче сейчас и будем мы с вами разговаривать. На каких примерах? Все-таки, не забывая о том, что в составе Дюнезе великолепно играют сейчас Йоргенсен и Фаво Пассарра. Это игрок нападения, а Йоргенсен чем-то напоминает нам Недведа, конечно же. Ну, поехали, ребят. Да, еще, конечно, обратим внимание на Мунтаре игрока линии полузащиты в Удинезе. Я акцентирую ваше внимание на игроках Удинезе уже и потому, что Удинезе дома принимает Анкону, аутсайдера и от Удинеза ждут только победы. Ну, а на самом деле, на самом деле, вот первый же момент возникает у Фавы коротко, который должен был забить. Великолепный пас из глубины поля, выход один на один, но и голкипер Маркон, вратарь Анконы, среагировал великолепно. Ну, вот, Мунтаре навесает штрафную площадь, еще одна опасная ситуация, это уже опять Фава бил, складывался здесь Йоргенсен, пытаясь подправить мяч в сетку, но, конечно, после такого удара Фавы это было сделать уже практически невозможно. Потеря мяча игроком Анкон на своей половине, тут же выход один на один, и, казалось бы, уже Йоргенсен поспеет, парасторопнее оказался защитник, выбил мяч за пределы поля. Ну, вот, смотрите, Фава, Йоргенсен, еще Мунтаре помогающие, еще другие игроки линии полузащиты, Удинеза очень прилично организована в игре, и хороший футбол демонстрирует тоже и зрелищный в том числе в этом сезоне. Здесь позиционная оплошность Сенсини позволила игроку Анконы опасно атаковать и мог даже забить, если бы попал в дальний угол ворот точно в створ, потому как голкипер Удинезе Десантис уже не успевал среагировать. Дальний удар по воротам Маркона тот реагирует, он и предыдущий игре Ромы великолепно отыграл и выручал сколько раз команду, мы всех прекрасно помним, так же, как и в этом эпизоде. Еще одна атака Удинезе, будет удар с дальней дистанции, не сильный, но техника приема мяча хорошая. Это уже Писарро бил игрок полузащиты. Еще один дальний удар на всякий случай Маркон прилег. Это Янкуловский, чех, очень хорошо играющий тоже в этом сезоне за Удинезе и за сборную кстати Чехии в том числе. Первая половина не принесла успеха ни одной из команд, хотя мы видели, что Удинезе все-таки атаковало больше и острее. Был удар в перекладину, еще удар, Йоргенсен догоняет мяч у линии, обманное движение, навес, борьба будет, нет, мяч отбивает защитик, Мунтари подхватывает, бьет, издали попадает в соперника, еще борьба за мяч, но неудачная, навесная передача штрафную, на это уже Яквинта вышедший на замену, а потом свой проверяет Маркона тот в порядке, от своих берет тоже. Яквинта сразу занял место в центре нападения и вот он, смотрите, тоже участвовал в этой атакующей комбинации. Отняли мяч очень легко и непринужденно игроки Удинезе, пас назад со стороны Йоргенсена, удар поворотом, ну куда, казалось бы, мячу деваться, правый ахнул поворотом очень здорово, Ян Куловский не попал, а мы помним один из его голов великолепно забитых в этом сезоне, правый как раз, удар через себя в падении, великолепно по исполнению все сделал Яквинта, правильно, Яквинта и вратарь точно выбрал позицию, хороший момент, очень динамичный и запомнившийся. Яквинта ушел на правый фланг, борьба за мяч, нарушение правил, штрафной, быстро вводит мяч в игру Яквинта, сейчас Пасарро навешивает штрафную площадь, то есть Писарро, извините, Писарро навешивает мяч на голову, Пасарро, и тот его отправляет в угол, Маркон ничего не мог поделать, 1-0, Удинезе выходит вперед, Яквинта, Писарро, Пасарро, болт, 58-я минута матча, подушевлены футболисты Удинезе, Янкуловский отдает мяч на правый фланг, еще одна передача и удар в дальний угол, это уже бил опять-таки Фава Пасарро, короче, Фава, вообще-то Фава забил, Йоргенсен пас партнеру, навесная передача, Маркон дотянулся до мяча, а вот здесь Синь-Синьи уже дежурит, центральный защитник, он же быстро разыгрывает угловой, а мы смотрим повтор того самого эпизода, когда Яквинта бежал головой, готовый уже послать мяч в сетку, но Маркон сумел дотянуться до мяча, а потом великолепно, Яквинта почувствовал момент, отыграл мяч Янкуловский пяткой, а тот своей левой коронной уже дьявол отлично использовал эту передачу и смотрите, поставил корпус и тут же в левый угол, вот момент, и в левый угол мимо Маркона послал мяч в сетку ворот. Йоргенсен по левому флангу проходит угол штрафной площади, смотрит кому отдать, пасует центр, надо забивать, ну-ка, вмеряет вратарь, мешает Яквинти но тут как тут Писарро помните, Писарро навесил Пасарро тот забил, теперь уже сам Писарро хавбек набегает и забивает мяч третий в ворота Анконы 86-ая минута, кстати, Янкуловский забил на 84-ой, с интервалом 2 минуты, 2 гола, 3-0 в пользу Удинезе, хорошо играла Удинезе, как не сражалась Анкона Самбдория Парма проливной дождь как из ведра весь матч поле в лужах тем не менее зрителей достаточное количество для такой погоды ну и Бацани нападающий Дони Хавбек исполнители Самбдории и Самбдория проиграла мы помним результаты матчей мы их называли в самом начале нашего обзора и вот длинная передача опасный момент и обратите внимание на футбольное поле в Генуе это Бацани благодарит своего товарища по команде за эту выверенную передачу но то, что он не попал в дальний угол ворот тут ничего удивительного нет, потому что футбольное поле все-таки вносило свои коррективы и оно станет причиной это непогода станет причиной очень серьезной обложенности Антониоли больше я об этом говорить не буду и там он будет уже клянусь вам без комментариев мне очень жаль этого опытного и в принципе очень хорошего вратаря который много-много раз выручал и в свое время Рому и Самбдорию перейдя в этот клуб который вновь занял место в серии А ну вот удар поворотом как раз Антониоли нырнул за мячом штрафной удар Антониоли парирует штрафной лужи штрафной грязь сложно играть с защитником сложно вратарям тем не менее в этих моментах Антониоли действует безошибочно навесная передача в атаке Самбдория пас на правый фланг обманное движение удар поворотом и Фрей парирует мяч вратари в этой ситуации я имею ввиду под ситуацией дождливую погоду не рисковали они отбивали мячи не старались их поймать попало по ноге Бацани но он продолжает встречу и первый тайм не приносит успеха ни одной из команд счет не открыт 0-0 все помчались скорее под трибунное помещение в раздевалке немножко согреться и может быть даже и форму поменять ну так вот начинается второй тайм Бацани бьет поворотом головой не попадает в вор повтор этого момента хороший эпизод Фрей дотянулся до мяча далее в атаке уже Парба удар и Антониоли просто подставляет руки и отправляет мяч на угловой бил Жилардинио ну а как вот сам Антониоли говорит поймать когда так скользко на поле и скользкий мяч пас в одно касание в штрафную удар поворотом вновь реагирует Антониоли отбивая мяч это бил Морфео удар непростой и правильные действия вратаря навес к штрафной площади и вот тот момент о котором я вам говорил это Жилардинио последним коснулся мяча вроде бы как ударил по вороту Дони пришел поддержать своего вратаря далее без комментариев смотрите итак 59-я минута Парма выходит вперед Самбдория не сдается опасный момент мяч попадает в лужу и далее вот такой вот момент там судья поднял сложок фиксируя нарушение правил свободный Дони не согласен но это уже другой эпизод с навесной передачей и ударом по воротам не точным но весьма опасным с учетом того что удар наносился с хода теперь уже Парма перешла на половину поля хозяев Бришиану разыгрывает Желардини стенку выходит на ударную позицию здесь уже удар не отразим дальний угол мяч попадает в штангу и в противоположный вкатывается в сетку ворот счет становится 2-0 74-я минута матча это Бришиану с Желардини сыграли в стенку и выйдя на ударную позицию второй нападающий Парма второй гол забил ворота хозяев поля и вновь Самтория идет вперед нарушение правил Фрейнернул в ноги но перед этим было нарушение явное и судья назначает штрафной удар смотрите какой дождь штрафной и Фрейн вытаскивает мяч из верхнего угла после штрафного навесной пас в штрафную удар по воротам 87-я минута счет становится 2-1 82-я уточняю 82-я минута в сутолоке у ворот большим количеством в этот момент Самтория атаковала ну и пропустили удар Флореса и счет становится 2-1 штрафной в исполнении Донни очень опасный смотрите в обвод стенки может быть Фрейн немножечко неверно поставил стенку надо бы одного игрока еще слева было бы слева от него поставить но слава богу обошлось вновь Саптория атакует и навес в штрафную площадь Фрей остается на месте и хорошо что он задержался потому что удар бацани наносит поворотом а Фрей успевает вернуться и вот подставить руку и парировать на угловой у ворот угловой и удар поворотом моментов у Саптории хватает для того чтобы сравнять счет и вот пенальти стопроцентный судья находившийся рядом не реагирует и не назначает 11 метровый удар то что толчок в спину бацани был посмотрите вот итог Парма выиграла у Самдории на выезде со счетом 2-1 модена Эмпули Эмпули ведет борьбу за выживание каждый матч на вес золота каждое очко тоже но мы помним что игра закончилась мячью 1-1 и в общем-то Эмпули заработала скажем так очко хотя многие зрители предполагали что все-таки хозяева поля победу одержат над аутсайдером ну а сам матч вот таким вот образом Комара забивает гол но судья фиксирует положение не игры это арбитр на линии поднял флажок а вот смотрите не было офсайда и даже в первом случае и во втором когда Комара уже посылал мяч в сетку ворот Амуруза Венероли Комара разыграли эту комбинацию Комара завершал удар судья не засчитал гол Буске пасует назад Эмпули в атаке сейчас будет удар Динатали бьет мяч улетает за пределы площади ворот и далее опять Динатали набегает игрок сборной талии но не попадает точно в сбор ворот там был рикошет конечно же но смотрите Рокки бьет попадает в штангу мяч отлетает прямо на ногу Динатали а тот посылает его выше ворот в атаке в атаке Модена навесная передача направлении Макинвы тот бьет сильно и не точно Амурузу и Макинва это дуэт нападающих в составе Модены Миланетта отдает пас на правый фланг Макинва посылает его в штрафную площадь Амуруза с разворота Миланетта набегает передача Амуруза пас точный вроде бы офсайт там Балли голкипер Эмполи поднимает руку считая что вне игры но судья фиксирует взятие ворот и счет открыт таким образом Амурузу забивает гол на 38 минуте а вне игры не было потому что четвертый номер Эмполи застрял в обороне и таким образом позволил правильно забить гол футболисту Модене Динатали атаковал не получилось а теперь уже голкипер Модене Дзан Коу П защищал ворота на этот раз они в Россию и поймал мяч без проблем вторая половина встречи опять-таки мы видим как после навесной передачи это уже вратарь Балли после удары Чевули поймал мяч красиво опасный момент Динатали попадает в штангу Рокки набегает добавляет мяч сетку и счет становится 1-1 Эмполь счет сравнивал офсайда не было и вот этот момент мы наблюдаем еще раз успел таки ударить Динатали по воротам Дзан Копы вмешался в ход борьбы помешал по этой причине Динатали сразу же не забил но тут как тут оказался Рокки и помог своему товарищу снова атакует Эмполь по штрафной площади Дзан Копы реагирует но судья раньше дал свисток зафиксировал положение вне игры в тот самый момент когда Пуске бил поворотом от Дзан Копы ликвидировал эту опасность хотя если по большому счету разобраться в этом эпизоде тоже офсайда не было Эмполь вдохновлено тем что сравняло счет посылает опять вперед Динатали и казалось бы все гол но молодец Дзан Копы не растерялся успел ногу подставить и мяч парировал 1-1 модена Эмпули ничья ну что ж дорогие друзья осталось всего два матча в этом туре в 22-м который нами еще с вами не охвачены следующая игра Реджина Перуджа по-моему да точно Реджина Перуджа здесь Перуджа на выезде выиграла наконец-то после долгого долгого перерыва если еще взять несколько матчей предыдущего сезона ну и вот наконец-то ну несколько матчей если не все начинались минуты молчания ну все знают о том что умер Марко Патани и по этому случаю а может быть больше еще и потому что скончался 72-летний Джон Чарльз выступавший долгое время за Ювентус игрок сборной Уэльса это был выдающийся форвард которого называли гигантом ну так вот по этому случаю тоже его поминали минутой молчания и цветами естественно ну вот как раз мы видели капитана Реджины Котсу с цветами а теперь мы видели уже его в деле непосредственно когда он опасно атаковал в ворота Перуджи а уже в свою очередь Ободо Хавбек Перуджи был на острие атаки и теперь уже пас Рованели Рованели подключает опять Ободо тот бьет по воротам с дальней дистанции не попадает Калыч защищает ворота Перуджи а Беларди ворота Реджины ну вот Беларди бросился за мячом на всякий случай нарушение правил против Рованели он в стартовом составе его благодарят за то что он заработал штрафной Зе Мария штрафной исполняет и мяч оказывается в сетке ворот Беларди закрыты игроками и своими и чужими момента удара не видел и таким образом счет открыт Зе Мария 19-я минута 1-0 ну и наверное все-таки Беларди предполагал что мяч будет послан в обвод стенки двинулся посмотрите центр мы видели как ноги широко разъехали но откуда среагировать вот так с такой позиции конечно очень сложно и поэтому гол состоялся 1-0 впереди Перуджи очень важный для нее гол в таком для нее очень важный матч в борьбе за выживание опять в атаке Перуджи бьет обо штрафной удар ворота Калыча или это угловой я прошу прощения Калыч выходит из ворот всего-то ростом прыгучий массой могучий вратарь не добирается до мяча ну вот такое бывает а бил уже по воротам Бонацоли еще один момент еще один удар Бонацоли бьет не попадает потому что Калыч на этот раз среагировал великолепно Бонацоли и удар поворотом но это уже легкий удар на всякий случай это Коца бил после того как участвовал в атаке Бонацоли но Калыч среагировал на этом все закончилось закончилось в первом тайме и команды ушли 1-0 Перуджи вела в счете Ободов посылает мяч на Зе Марию Зе Мария навешивает в штрафную площадь удар поворотом получается что вдоль ворот и едва мяч все-таки не забивает это уже Манфредди не там участвовал в атаке не получился завершающий удар поворотом борьба за мяч в штрафной площади с участием Зе Марии ну и студия назначает 11-ти метровый удар вот видите сшибли Комото второго номера и таким образом счет становится после удара с 11-ти метровой отметки в исполнении Коцци 1-1 так что Комото придя в штрафную защитник заработал пенальти и Риджинос счет сравнивает пробил Коцци здорово 11-ти метровый Зе Мария что-то затевает на правом фланге мяч теряет длинная диагональная передача на противоположный фланг смотрим чем все это закончится заканчивается ударом по воротам по воротам Стеллоне бил кстати по воротам вышел Накамура после долгого перерыва на поле он навешивает штрафную наносится удар по воротам прямо в руки галкипера опять бил Бонацоли пока ничья 1-1 в этом матче очень напряженном есть моменты для взятия ворот и снова Комотто который заработал пенальти пришел сам пробил по воротам из обороны пришел и пробил по воротам подчеркиваю уточняю и не попал на этот раз в ворота Накамура накрутил там защитников навесил и удар по воротам Стеллоне нанес прямо опять-таки в руки галкипера и вот последняя минута матча атакует Перуджа пас направо вратарь вмешивается в борьбу вроде бы помешал но набегает вездесущий тот самый Убнер который знает и умеет когда и где надо оказаться в нужный момент и подправляет мяч в свет город 90-ая минута и Перуджа забивает победный гол 2-1 посмотрите 4 защитника 3 нападающих в составе Перуджи и трое обыгрывает четверых плюс еще вратарь который тоже был обыгран вратарь Беларди 2-1 удар с дальней дистанции после передачи Раванелли мяч летит за пределы поля 2-1 победа Перуджи и сердце Косми надо понять сколько игр без побед и наконец-то она достигнет 2-1 на выезде Перуджи выиграла у Реджины ну и наконец Бреши Лечи этим матчем завершался вообще 22-й тур он игрался поздно вечером на поле Роберто Баджо Чевантон очень интересные игроки интерес более чем повышенный к этой встрече ну и сами фрагменты матча наверное нам подтвердят вот это высказанное какое-то себе предположение потому что мы сейчас увидим все с листа прекрасная комбинация быстрая и Чевантон забивает гол 12-я минута вот так развивались события в этом эпизоде счет становится 1-0 в пользу Лечи ну и Чевантон такими темпами забивая и демонстрируя вот такой вот искрометный футбол может и не задержаться в Лечи а это уже Карачьол опасно атаковал нападающей Бреши ворота соперника разыгрывает Баджо и Матузалин комбинацию навес и удар поворотом рикошет ночь уходит за пределы поля бил Бриги поворотом игрок Бреши ну и в этом эпизоде что? да ничего особенного оказывается уже команда отправляется на перерыв и как раз вот Чевантон был крупным планом на экране удар поворотом снова Чевантон как и в первом тайме играет весело работает очень много но его заменили от того что наверное надо было все-таки подумать тренером Лечи о том как сохранить победный счет ну а пока что минимальное преимущество гостей атакуют хозяева навесная передача борьба за мяч удар поворотом здесь конечно Карачелу мог забить но с близкого расстояния направил мяч в небо и рядом был еще Роберто Баджи а Роберто Баджи мы видим исполняет штрафной пасует партнера тот бьет толпа мяча не видно кто как когда пробил хорошо что мяч пролетел мимо так же как и после удара Роберто Баджи в обвод стенки еще одна передача в штрафную направление Роберто Баджи мяч до него не долетает борьба за мяч Баджи навешивает вратарь успевает дотянуться до мяча и отбить его а теперь уже атака Лечи схватка у ворот ну-ка что там толпа удар по воротам нечто подобное мы вновь из матча обзора видели короче говоря второй гол в ворота Брешей забивает Кассетти на 87-й минуте таким образом счет становится 2-0 в пользу Лечи надо отыгрываться в оставшееся время или хотя бы гол престиж забить мяч просто-напросто забрасывается классным техническим приемом в направлении Баджи в штрафную тот отыгрывает один гол остается играть совсем немного значит 87-я минута Роберто Баджи 92-1 и на этом точка не успели хозяева поля спасти игру и проиграли со счетом 1-2 ему единовластно впереди Милан 55 очков на 5 очков меньше у Ромы и на 6 меньше у Ювентуса Лацио идет на 4-й позиции проигрывает третьему месту 9 очков но опережая Интер и Парму а замыкая турнирную таблицу вот видите сколько команд Эмпули Перуджа и Анкона